МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Турове пройдут святочные мероприемства, присвященные дню народжения Кирилы Туровского. Православный богаслоу, церковный дед, письменник, епископ Турова и один из духовных освятников Старорусской державы народился в этом городе в 1130 году. Канонизованный в лику святителя. Его память шанует православная и греко-католитская церковь. В программе сегодняшних урочистостей, босская литургия и свято-духовной и народной музыки, великодный фестиваль в Турове. Гомель признан левшим областным центром краины по санитарным станем и доброму парадкованию. За перемогу в республиканском огляде в сиротах городов областного подпарадкования и города Минска Гомель узнагороджены переходным вымпелом, посвящением и премией у померы 8 тысяч базовых величин. Сярод населенных пунктов с колькостью жихаров от 10 до 50 тысяч человек лепшими стали Рогачоу и Житковичи, а так само город Бероза Бресской в области. У лик переможцев категории до 10 тысяч жихаров так само увайшли два города Гомельской в области – Наровля и Туров. Грашовые сродки переможцам пераличать до 1 липеня. Не меньше, как 70% накируют на доброе парадкование и развитие населенных пунктов. До 30% на примирование руководителей и работников, которые добились на высшем выникам в доброе парадкование, озеленение и санитарное очистение. В Гомельской в области усмотняют борьбу с лихачами. С 12 по 31 мая на территории региона пройдет комплекс профилактических мероприемств «Хуткость». У ГТПРЭД экипажи ДПС будут максимально наближены до места у концентрации ДТЗ. До речи, только с начала года у Гомельской в области за порушения «Хуткостных режимов» здействовано 32 дорожно-транспортных здарения, у которых загинули 13 человек и больше, как 40 отримали травмы. Гомельские нотариусы проведут бесплатные консультации до Дня семьи. Они отбудутся сенья с 17 до 19 годин у областной библиотеки Ленина. Уси жадающие смогут отримать бесплатную допомогу по пытаниях семейного, спадшинного, хромадзянского права и сделок с нерухомостью. Тут же можно будет ознайомиться с макшымастями бесплатного интернет-ресурсу – правовый форум Беларуси. Гомельская областная организация «Червоного крыжа» дала старт акции под назвой «Счастливое дятинство». Доброчинное мероприемство проводится суместно с Гомельским парком аттракционов. У первый день акции 20 школьников с малозабеспеченных семьях смогли бесплатно покататься на аттракционах. На протягу сего мая областная организация «Червоного крыжа» протягнет дарыць радость детям, якие не мают макшымастей сами наведать парк. У акции промутью дел семьи переселенцев с Донецкой и Луганской областей Украины, беженцов Сирии, Ирака и Афганистана. Планетарий открылся у Гомельским палаце румянцевых и Паскевича. Купол вышинёй 5 и диаметром 8 метров разместился на цокольном поверсе. Проекция транслюется на увесь купол, что дае панорамный огляд и створая эффект погружения. Планетарий различены на 12 месяцев. При этом тут можно доведаться не только про космичные ападеи, але и про подводный свет, и навод здесь нецвертуальная подорожжая по организме человека. Нагадаем, что в областном центре ранее был планетарий, и он працавал у будинку Петропавловского собора, в другой полове минула Гастагоддя и был закрытый в конце 80-х. У черговым выпуску интерактивной программы «Добрый вечер, Гомель» размова пойдет про туристичный потенциал Гомельской области. Гости студии разповедут про наибольш перспективные виды туризма. Плануется обмерковать так само умовы санаторно-курортного лечения и про пановы агросядебов. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сёння у 20.40 на телеканале «Беларусь4». Редактор субтитров А.Семкин